Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео речь пойдет о новогодней коробочке L-Box. Большей части продуктов, которая вошла в нее, я уже успела попользоваться. Кое-какое мнение у меня сложилось, поэтому спешу им с вами поделиться. И первый продукт из коробочки это шампунь от Matrix, который называется BioLash. Уже успела попользоваться им пять раз подряд. Хочу сказать, что мне понравился. Во-первых, очень густая такая кремовая консистенция у этого шампуня, он экономично расходуется. Он имеет приятный аромат, он хорошо промывает волосы и абсолютно их не высушивает, что мне тоже очень понравилось. Далее был пробник аромата от Giorgio Armani C Intense в такой черной упаковке. Я не знакома с оригинальной версией этого парфюма, но вот именно этот аромат показался мне немного тяжеловатым даже для меня. Я люблю такие более густые, насыщенные парфюмы, но вот этот мне сейчас зимой показался слишком тяжелым. Поэтому полноразмерную версию я не стала бы покупать. А с оригинальной версией парфюма мне очень хотелось бы познакомиться. Безумно я обрадовалась наличию вот такого лака от Энни в своей коробочке. Это оттенок 198. Он у меня сегодня на ногтях. С лаками Энни я знакома. Профессиональная линейка лаков. Большой выбор оттенков. Очень удобная кисточка. И сами лаки хорошо наносятся на ногти. В два слоя потрясающим слоем на них ложатся. Очень ровно мне полосят. В общем, все мне в них нравится. Поэтому я, когда увидела вот этот лак, очень и очень обрадовалась. И также в моей коробочке было большое количество уходовых продуктов для лица. Причем именно из люкс-сегмента, чему я была очень рада. И первое, что я вам хочу показать, это укрепляющий крем для кожи лица от марки Carita. Эта марка делает свою ставку именно на профессиональный такой уход за кожей лица. Поэтому многие очень ценят кремы и маски от этой марки. Я использовала этот флакончик до конца. Мне хватило его на неделю использования. Здесь 5 мл. Я использовала его каждое утро. И хочу сказать, что вот на такой период крем имеет очень хорошую консистенцию. Очень приятную. Консистенция плотная, но хорошо впитывается в кожу. Причем, вы знаете, разносить вот так вот по лицу втирающими движениями не получится. Потому что крем начинает как бы застывать на коже. Очень быстро в нее впитывается. Поэтому я наносила его вот такими, знаете, вбивающими, промакивающими движениями. И действительно, мне очень понравился эффект от него. Кожа действительно выглядит очень напитанной. И в такую погоду, как сейчас, когда на улице низкие температуры, ветер, очень холодно, крем защищает ее от внешнего воздействия. Следующий крем, который был в моей коробочке от марки Yves Saint Laurent из серии Forever. Этот крем имеет более легкую консистенцию. Консистенция крем-геля. И он призван увлажнять кожу, сглаживать какие-то неровности, убирать покраснения, нивелировать поры. Очень легкий, очень приятный крем, который быстро впитывается, имеет очень приятный аромат. Но в букете я чувствую запах спирта, потому что он есть в составе. Он явный, да, его сразу можно почувствовать. Но он быстро испаряется и уходит, скажем так, из этого букета. Через какое-то время запаха спирта я не чувствую. Наверное, в этом есть какой-то минус для сухой кожи. Возможно, он не подойдет, будет немного ее высушивать. Но, тем не менее, сейчас моя кожа склонна к сухости на некоторых участках. Склонна к раздражению, потому что сейчас на улице, потому что погода сейчас очень непонятная. То вдруг резкий заморозок до минус 20, то вдруг на следующий день ближе к нулю. То дождь, то снег, то резкий ветер порывы. Вот, поэтому кожа моя сейчас немного страдает. Из-за этого на улице приходится проводить большое количество времени. Вот. Но вот этот крем не нанес никакого вреда. То есть не подсушил, ничего не сделал. Поэтому я считаю, что можно им пользоваться, людям даже с сухой кожей. Что же касается визуального эффекта, то кожа действительно выравнивается, поры стягиваются. Приятное такое ощущение, когда трогаешь кожу. Она матовая, она гладкая. Этот крем является очень хорошей, на мой взгляд, основой под макияж. Но при всех этих плюсах пока у меня нет мысли купить полноразмерную версию. Также в коробочке был вот такой гель-тоник от Миша. Из серии Супер Аква. Он содержит в себе экстракт улиточной слизи. У меня уже было несколько подобных пробников. Я же заказываю корейскую косметику с различных сайтов. И мне приходят подарки. Вот среди подарков я уже несколько раз обнаружила подобные бутылочки. Поэтому с этим продуктом я знакома не понаслышке. Очень хороший гель-тоник. Имеет такую консистенцию, как вы видите, вязкую. И очень хорошо увлажняет кожу. Вот этот гель-тоник является первым этапом в уходе за вашей кожей. То есть мы его наносим. И он уже не столько очищающий продукт, сколько именно ухаживающий. То есть подготавливает кожу к нанесению дальнейших уходовых продуктов. Кстати, именно этот продукт очень хорошо и надежно увлажняет кожу. Поэтому, например, в теплое время года можно не использовать даже дальнейший уходовый увлажняющий крем. Потому что кожа в этом просто-напросто не нуждается. И последнее, что было в моей коробочке, это пробник от марки Биотерм. Это ночная восстанавливающая сыворотка масла. С которой, к сожалению, я пока не успела познакомиться. Не было на это времени. Не хотелось мешать все продукты в кашу. Хочется все-таки понять эффект отдельно от каждого продукта. Еще успею, поэтому в пустых баночках выскажу вам свое мнение об этом продукте. И также в коробочке было вот такое персональное приглашение от марки Биотерм посетить один из перечисленных магазинов, где можно обменять его на миниатюру представленной сыворотки. И помимо косметических продуктов в своей коробочке я обнаружила два пирожных от кондитерской Магнолия Бейкер Нью-Йорк Сити, которая открылась сейчас в Москве. Вот таким было наполнение моей декабрьской коробочки Эльбокс. Практически все продукты мне понравились. Из того, что я успела попробовать, произвели на меня впечатление. Поэтому я не разочарована. Благодарю вас за внимание и прощаюсь. До встречи в моих новых видео. Всем пока!